всем привет вы на канале 88 клубков это канал по вязанию спицами и крючком меня зовут настя сейчас хочу показать как связать крючком вот такую сумочку малышку из трикотажной пряжи ее размер по дну 18 сантиметров ширина 20 12 13 высота толщина сумки 6 сантиметров в нее поместится все самое необходимое вы будете налегке и так мастер-класс состоит из двух частей в первую войдет вязание овального дна обвязка и укрепление создания каркаса сумки возведение стенок во втором вязание клапана обвязка изделия и установка металлической фурнитуры подписывайтесь на мой канал ставьте лайк этому видео приступим необходимые материалы моток трикотажной пряжи у меня первичная лицевой намотки ремень или цепочка все что угодно у меня вот такая вот стропа цвет пряжи можно на контрасте она даже будет поинтереснее смотреться два кольца карабина разъемных обычно побольше они бывают размером замок замок подойдет любой даже можно кнопочкой заменить ножницы и крючок у меня 6 миллиметровый приступим к вязанию моем случае важна подача нити потому что мне нужна ровная одинаковая гладь каждый раз моток я буду себе подматывать чтобы нить не перекручивалась и так кольцо амигуруми кладу на ладонь переворачиваю ладонь и изнанкой вывожу сверху вытягиваю одну петлю и в нее протягиваю воздушную затягиваю кольцо этот хвостик может быть и поменьше он нам не нужен формирую первое 12 воздушных петель цепочку из 12 12 готово можно пересчитать делаю одну подъем а то есть она 13 подача нити на пальцы всегда с круткой к верху теперь переворачиваю свою косу и буду вязать столбики без накида вот в эти петли задние это необходимо чтобы сформировать ровное дно без отверстий и так первая подъема пропускаем со второй начинаем провязывать столбики следим за подачей нити тогда они будут ровненькие все одинаковые вяжем до поворота петелька в петельку я подошла к первому повороту у меня остался последний стежок такой как все остальные и потом только уже ушко вершины в вязание галочка раскол в каждом кругу достаточно 6 добавок 3 на одном повороте 3 на другом поэтому в это ушко мне нужно провязать 4 столбика без накида для того чтобы добавить 3 петли 2 3 и 4 все мы повернули теперь я вяжу петля в петлю до следующего поворота вязать буду вот в полную косу то есть крючок буду вводить в зеркальную петлю от той что я уже провязала тем рядом и так вижу до следующего поворота то есть до крайней петли без из всяких изменений добавлений вот я дошла до конца здесь у меня предпоследняя еще петля провязывая ее и теперь в эту она была 1 вот она зеркальная в том ряду нужно провязать 3 так как это уже провязана было в начале ряда 4 сюда на этом повороте вяжу 3 2 и 3 теперь нам нужно перейти на вязание основного рисунка галочка в раскол вяжется рядами с соединением рядов бесшовным поэтому я вот здесь первую косу ввожу крючок вытягиваю эту петлю сюда и провожу все изделие в эту петлю именно так соединив ряда ряды я смогу в первую петлю ряда сделать добавление что мне нужно подтягиваю все соединены они вот она первая петля крючок пройдет здесь между двух здесь середину вытаскиваю и воздушная вот она первая и сюда же вяжу вторую это добавление на повороте вот они теперь следующую все по рисунку галочка в до следующего поворота теперь на повороте мне нужно добавить 3 соответственно вот она петля закругления мне было провязана 4 вот его из этих четырех нужно в какие-то провязать по 2 в 3 провяжем в первые 3 1 сюда же 2 следующее следим за крючком сюда же добавляем следующую вот тоже 2 и дальше до следующего поворота 1 в 1 3 прибавления мы сделали следующий поворот вот они 3 которые вязали в одну но была здесь уже добавка в начале поэтому мне нужно две только добавить одну я вижу просто а в следующие две я вяжу по 2 1 сюда же 2 и в эту тоже 2 добавление не надо будет делать над добавлениями со следующего ряда чтобы овала не было угловатости готово теперь делаю соединение соединение сделаю также хорошенько стену петля к петле и пройдев через все изделие готово теперь в первую петлю что правильно вышел крючок слежу вывожу первую следующего ряда вот она теперь вяжем ряд одна в одну до этого момента до поворота я на повороте прошлый раз из четырех петель мы добавили в три первая вторая третья не затронув это значит сейчас нам нужно добавить в эту максимально рассредоточив добавки в эту и вот здесь посередине где-то сейчас еще нет возможности чередовать так чтобы не попадала на не на добавку предыдущего ряда поэтому делаю так добавляю сюда потом две просто провязываю добавляю сюда провязываю 2 и добавляю еще раз вот что получилось вяжу до следующего поворота здесь у меня были добавки 123 значит сейчас добавлю здесь где-то у вершины и возможно в эту в первую вяжу 2 сейчас 2 сюда же потом две просто одна в одну так вот здесь важно чтобы между двумя так 1 1 2 да вот сюда же и добавлю во вторую просится для поворота вот двойная вот двойная вяжу еще 2 1 1 2 1 2 и вот добавлю в первую 1 1 2 2 2 4 5 5 5 5 7 8 9 9 10 5 9 11 11 15 15 15 16 16 16 16 18 16 16 раз полу коса и этот стежок будет захватываться вывожу петлю здесь делаю то же самое чтобы на лице вот осталась одна и так по кругу обвязываю соединительными стежками без каких-либо добавлений я обвязала почти до конца вот уже первая петля моя теперь я делаю подъема петлю и сюда же куда протыкала для обвязки вывожу первую петлю следующего ряда вот так теперь дальше буду захватывать всю обвязку плюс то место куда мы эту обвязку вязали здесь потуже начинаю формировать первый ряд уже стенки сюда же крючок вот он проходит там же где при обвязке и первый ряд так как это второй ряд уже без добавлений изделия жестко повернет наверх вяжу до конца я дошла до конца ряда своего сюда вот где была петля подъема я провязываю последнюю петлю и буду делать соединение соединение при вязание стенок будем делать иначе вводим крючок с изнанки на лицо вводим туда эту петлю минимально и подхватываем воздушной и формируем первую петлю следующего ряда убираем крючок и теперь вот так образуем первую петлю следующего ряда и вяжем следующий ряд потом следующий ряд за рядом на нужную высоту продолжаю вязать узор той же плотностью не ту же не слабее чтобы изделие было ровным и аккуратным если поначалу дно было немножко винтом то за счет возведения плотных стенок изделие выравнивается я провязала 12 рядов по желанию можно было остановиться раньше или вязать дальше теперь изделие нужно отпарить через ткань не прижимая утюгом и придать форму она и так получилось достаточно плотным и каркасным дать полностью остыть и перейти к дальнейшей работе ссылку я добавлю вам для перехода ко второй части изготовления сумочки мы свяжем клапан полностью обвяжем изделие и установим металлическую фурнитуру всем спасибо подписывайтесь на мой канал будет много интересных видео